С 1 января 2020 года в Казахстане начнет работать новая модель гарантированного объема бесплатной медпомощи. Безвозмездно ее будут получать все граждане республики, а также иностранцы, которые имеют вид на жительство. Как в области идет подготовка к внедрению обязательного медицинского страхования, расскажет Татьяна Есельская. В этом году в области 51 поставщик медицинских услуг, в том числе 22 частные компании. С ними филиал фонда медстрахования заключил 79 договоров на 30 миллиардов тенге. По сравнению с прошлым годом это больше на 2 миллиарда. На оказание странозамещающей помощи вышли 22 поставщика. Из них 14 поставщиков частной формы собственности. На консультативно-диагностическую помощь, оказание и диагностику вышли у нас 17 субъектов. Кроме этого у нас имеют место все наши организации, которые имеют прикрепление. 4 городские организации и 13 центральных районных больниц. Консультативно-диагностическая помощь оказывается по показаниям, по направлению специалиста ПМСП на дорогостоящие виды услуг. Стоматологическая помощь, компьютерная томография, магниторезонансная томография и так далее. Она определяется по показаниям для социально уязвимых категорий населения. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, первичная медико-санитарная помощь должна быть в шаговой доступности. Пациент не должен ездить на прием в поликлинику. С этим у нас пока проблемы, говорит Тимур Султангазиев, но их пытаются решить. В этой связи в прошлом году мы организовали два центра семейного здоровья при второй и третьей поликлиниках. Дополнительно в этом году мы будем организовывать еще три семейно-врачебных амбулатории на первых этажах жилых зданий для того, чтобы максимально приблизить медицинскую помощь до населения. Мы достигли того, что на один участок врача общей практики мы снизили нагрузку в течение года на 19%. Более трех миллиардов тенге отчислили североказахстанцы в фонд медицинского страхования с 1 июля 2017 года. Эти взносы – 205 тысяч человек. Еще 330 тысяч в фонд не платят. Это 13 категорий граждан, среди которых несовершеннолетние дети, пенсионеры, инвалиды. С 2020 года взносы за них будет делать государство. Отчисления работодателей остаются без изменений. Полтора процента в 2018-2019, два процента со следующего года. Татьяна Исельская, Михаил Казначеев, Новости МТРК.